Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, коллеги, зрители. Меня зовут Газис Абишев. Сегодня мы проводим первое заседание нашей площадки СОЭС и предполагается, что это будет такое пространство общественных и когнитивных изменений, где мы будем честно обсуждать проблемы, которые стоят перед нашим обществом и приходить к объективным выводам, рассматривать те пути, каким образом мы можем сделать наше общество лучше и, что самое важное, обсуждать те ошибки, с которыми мы можем столкнуться и как их можно избежать. И сегодня нашими спикерами выступят политолог Екатерина Шульман и экономист Куаныш Жаиков. Для начала о регламенте. Сначала наши уважаемые спикеры выступят со своими лекциями и расскажут свои идеи, которые они сегодня приготовили для нас. После этого будет небольшая дискуссия. После этого у вас будет возможность задать несколько вопросов по теме выступления. Ну, задать вопросы сможет не каждый, но лишь несколько человек. Для первого выступления позвольте представить Екатерина Михайловна Шульман, политолог, кандидат политических наук, научный сотрудник Академии имени Роберта Боша в Берлине. И Екатерина Михайловна сегодня у нас выступит с лекцией о модернизации общества, о том, как она связана с трансформацией социальных ценностей, политических, экономических, культурных и других. Екатерина Михайловна, вам слово, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые слушатели, дорогие коллеги. Я признательна организаторам этой площадки за приглашение, за возможность здесь выступить. Я всегда очень рада любому шансу приехать в Казахстан. Те, кто следят за мной, знают, что это совсем не первый, не второй и не третий раз, как я здесь оказываюсь. Это всегда для меня большая радость. Но сегодня мое первое публичное выступление в Казахстане в 2022 году. И я хочу воспользоваться этой возможностью. Прежде чем я начну говорить о том, что является моей темой, я хочу сказать спасибо. И тем, кто сейчас меня слышит, и тем, кто будет потом слушать эту запись, когда она появится, сказать спасибо и государственной власти Казахстана, и ее людям за их доброе и гуманное отношение к моим несчастным соотечественникам, к тем людям, которые сейчас вынуждены бежать от войны, спасая свою жизнь и жизнь своих близких. Это тяжелое для нас время, и тем важнее встречать человеческое к себе отношение. Еще раз хочу сказать спасибо. А мы с вами будем говорить о трансформации ценностей, о том, что такое общественные ценности. Значит, вот о чем хотелось бы мне поговорить. О том, что такое ценности, как они меняются, как они влияют на поведение. И существует ли некая взаимосвязь между ценностными трансформациями в социуме, и его экономическим ростом, и его политическим запросом. Вокруг этой проблематики, как вы понимаете, существует множество дискуссий, множество представлений более или менее мифологизированных. Мне хотелось бы основываться на том, что, по крайней мере, как мне кажется, можно счесть объективными научными данными. В основе тех наблюдений, тех выводов, которые я делаю, лежит большое количество разнообразных исследований. Но прежде всего, самое главное из них, это известное всемирное исследование ценностей World Value Survey. Кто, опять же, меня слушал, читал, смотрел, наверное, уже насмотрелся на эти самые разноцветные облачка. Но сейчас мы к ним обратимся еще раз, потому что в начале 2022 года, или, точнее говоря, к концу 2021 появились результаты седьмой волны всемирного исследования ценностей для всех социальных наук, для всех наук об обществе и человеке, для политологии, для антропологии, социологии, экономики, которые тоже, на самом деле, наша сестра социальная наука, хоть и не всегда это признает. Это чрезвычайно важный набор данных. Мы все много чего из этого извлекаем. Что такое всемирное исследование ценностей? Это серия репрезентативных опросов, которые проходят в разных странах мира. С каждой волной этих стран становится все больше и больше. К седьмой волне их уже, по-моему, около 110. И с последними волнами World Value Survey все больше среди них становится исламских стран, что делает картину, конечно, более объемной, потому что первоначально это было исследование такое несколько европоцентричное. Первые исследования в России были еще в Советском Союзе в 1989 году. Сразу скажу, забегая вперед, что Казахстан принимал участие в двух предыдущих волнах, то есть вот в шестой и вот в этой вот последней, седьмой. Шестая волна была с 2012 до 2014 года, и вот 17 и 22 это волна седьмая. Что исследуется в процессе всемирного исследования ценностей? Респондентам задается ряд вопросов, которые касаются в основном приемлемости и неприемлемости для них различных поведенческих практик и, соответственно, согласие и несогласие с различными тезисами, касающимися чего. В чем еще дополнительная ценность этого исследования? Ну, во-первых, в том, что оно, так сказать, многолетнее, поэтому можем смотреть в динамику. Самое главное в любых социологических исследованиях – это динамика, то есть не уровень, но тренд. Так вот, первое – это долгие ряды, а второе – то, что World Value Survey не касается напрямую политических материй, потому что, особенно в условиях, так сказать, политической несвободы или частичной несвободы, задавать человеку в лоб вопрос там об отношении к верховной власти или об одобрении ее политики, в общем, довольно бессмысленно. Услышишь пересказ телевизора в значительном числе случаев ничего толком не добьешься. Но людям задаются вопросы о важности в их жизни религии, о том, как нужно, не нужно воспитывать детей, что важно воспитать в ребенке, что, соответственно, менее важно. Какова роль женщины в семье, какова роль мужчины, кто должен чего делать. О вере, там, например, в загробную жизнь. О приемлемости, неприемлемости, я сказала, поведенческих практик, ну, например, такие, казалось бы. Мелкие вещи – хорошо ли ездить в общественном транспорте без билета, совсем нехорошо, совсем хорошо, или там время от времени можно, или как вы относитесь к неуплате налогов. Существует также комплекс вопросов, которые касаются того, что называют технооптимизмом технопессимизмом. Считаете ли вы, что технические достижения улучшают жизнь или, наоборот, ее ухудшают? Может ли наука разрешить все проблемы человечества? Скорее наука, скорее религия. Вот такого рода выборы. Это исследование, как я уже сказала, репрезентативное, то есть это не качественное, а количественное исследование, а такое, которое ставит себе целью в небольшом, так сказать, наборе опрошенных выявить, сохранить, точнее говоря, ту картину, как и в обществе в целом. Опять же, я прошу прощения, что я рассказываю такие хрестоматийные вещи. Я думаю, что большинство из вас знает, что такое репрезентативное социологическое исследование, но тем не менее. Потому что бывает там фокус-группы, интервью – это качественное исследование, это количественное. В результате получается вот такая точка на карте, которая означает страну, ее общество. Рональд Инглхарт, основатель этого исследования, писал, что, разумеется, внутри каждого социума существуют большие разбросы, есть люди, которые в Зимбабве думают, как в Швеции, есть те, кто в Швеции думает, как в Зимбабве, это все понятно. Это, конечно, усредненные данные, это довольно высокий уровень обобщения, это тоже надо учитывать. Но, тем не менее, это все же данные достаточно, я бы сказала, показательные. Далее вот эта точка располагается на системе координат, которая образована двумя осями. Ось вертикальная, ось горизонтальная, абсцисс и ординат, как вот в школе рассказывали на геометрии и алгебре. Значит, вертикальная ось – это ценности традиционные внизу и наверху ценности секулярные или светские. Потом объясню поподробнее, что имеется в виду. Горизонтальная ось – это ценности выживания, сохранения слева, в левом углу. И далее вправо – ценности самовыражения, прогресса. Что такое в этом контексте традиционные ценности? Это набор ценностей, которые предполагают, значит, традиционное распределение ролей в семье. Женщина, так сказать, отвечает за очаг, мужчина за добычу того, что на этом очаге варится. Приверженцы традиционных ценностей считают, что прежде всего в детях нужно воспитать уважение к родителям. И в свою очередь главная, так сказать, цель жизни человека – это сделать так, чтобы его родители им гордились. Приверженцы традиционных ценностей уважают религию, скорее верят в религию, чем в науку, верят в жизнь после смерти. Они также могут быть скорее технопессимистами, чем техноптимистами, то есть они с недоверием относятся к научно-техническому прогрессу и его достижениям. Одновременно традиционные ценности – это ценности большей социальной связанности и коллективизма. Социумы, в которых преобладают традиционные ценности – это социумы, в которых скорее ненуклеарные семьи, то есть связи между широким кругом родственников, связи между, например, соседскими общинами, религиозными общинами, или, точнее, внутри таких общин, они являются, скажем так, основой социального бытия. То есть там человек менее атомизирован, менее одинок. Это важно заметить, потому что, например, в обществах с традиционными ценностями уровень межличностного доверия выше, чем вот в тех, которые находятся выше по этой шкале. Я обращаю на это внимание, потому что очень легко при поверхностном взгляде счесть, что традиционные ценности – это ценности какие-то отсталые и плохие, а вот секулярные – это прогрессивные и правильные. Тут нет дихотомии плохой и хорошей, правильной и неправильной. Это гораздо более сложные явления. А, значит, по горизонтальной шкале – ценности выживания, ценности самовыражения. Что такое ценности выживания? Они же ценности безопасности, ценности сохранения. Они предполагают примат, как вы понимаете, выживания над развитием. Тут все немножко проще с точки зрения, так сказать, прогрессивного, регрессивного, хорошего, плохого. Действительно, ценности выживания характерны для бедных обществ. Проще говоря, те люди, которым еще кушать там особенно нечего или недостаточно, или, что еще важнее, нет уверенности, что завтра будет достаточно, они вот придерживаются этого набора ценностей. Туда входят разные вещи, они очень симпатичные. Ну, например, недоверие к другим, к чужим, к незнакомым, к непонятным. Ощущение того, что мир вокруг вообще враждебен. Вот ценности выживания предполагают низкий уровень доверия, причем как институционального, так и межличностного. То есть, если у вас в обществе распространены скорее ценности выживания, то вы будете считать, что человек человеку волк, а особенно волк какой-то вот непохожий человек. В этих обществах не доверяют всем тем, кто отличается, и иностранцам, и любым меньшинствам. Это все источник опасности. Основа этого, как считают антропологи, в общем, довольно проста. Самим еды не хватает, а вот эти чужие пришли, значит, наверное, отберут. Вообще нам их не надо. Мы не можем себе позволить быть терпимыми и гостеприимными, с чего я как раз начала свою речь, потому что мы не знаем, как нам самим чего будет завтра есть или не будет. Это вот ценности выживания. Ценности самовыражения предполагают индивидуализацию. То есть, человек осознает себя уже не столько частью вот этой общности, которую только и можете его защитить и прокормить, сколько личностью, которая должна самовыражаться, быть собой, как пишут в рекламных слоганах, и вообще как-то вот идти вперед. Если вы предпочитаете ценности самовыражения, то вы, например, свои сбережения или там являющиеся у вас деньги будете вкладывать скорее в образование или в путешествия, а не в консервы и крупу. Это вот понятное такое, как мне кажется, распадение. Значит, при этом общество с ценностями выживания могут быть, как ни парадоксально, это покажется технооптимистами. Они верят в то, что при помощи волшебного гаджета можно добиться удивительных чудес. Людям они не доверяют, а технике они доверяют в большей степени. То есть тут тоже все, видите, нелинейно. Что касается, собственно, политического аспекта, последнее, что скажу в этом общем обзоре, потом перейдем, собственно, к отдельным странам. Что касается политического поведения, то тут так. Общество с приматом традиционных ценностей – это общество больше, скажем так, сплоченности, единства. Там характерен для них характерен национализм, типа «своими гордимся, чужих не любим». Там уважают, поскольку любые вертикальные структуры и любые авторитеты иерархии, то начальство уважают так же, как, например, родители. Считается, что спорить, возражать – это неприлично, неправильно, так не надо себя вести. При этом в традиционных ценностях, ну, собственно, не то, что при этом, это, естественно, одно из другого следует, нет политической дискуссии. Или она находится в зачаточном состоянии, политику не обсуждают. Мы все поддерживаем, а чего вы поддерживаете, мы не разбираемся. Начальству виднее, значит, вот оно сделает как надо. Поэтому традиционные общества могут быть общества, например, с высоким уровнем агрессии в случае какого-нибудь угрозы или воображаемой угрозы. Но это не будут общества с развитой, например, там, какой-то политической борьбой внутри себя. Также общества, склонные, так сказать, зацикливаться на выживании, я, как я сказала, это в основном общества бедные, но не только. Мы вот по карте это, в общем, сейчас увидим, что это не совсем так. Но общества, склонные к выживанию могут быть более, скажем так, атомизированы и их может больше уносить в войну всех против всех, если у них при этом нет основы из традиционных ценностей. Смотрите, что у нас выходит. У нас выходит, что в левом нижнем углу вроде бы у нас должны быть самые бедные, которые одновременно думают о выживании и при этом сохраняют свой традиционный образ жизни, который является для них гарантом этого выживания. Но если вы посмотрите, то увидите, что это не совсем так. Вот смотрите. Вот эти вот облачка цветные, последнее, пожалуй, пояснение, это Инглхарт нарисовал, объединяя страны в некие группы. Как мы видим, облачка эти такие довольно кривые и есть то, что называется у него outliers, то есть такие страны, которые как бы выпадают из своих кластеров, где, казалось бы, они должны быть. Ну вот, например, вот красное облачко, это православные, европейские православные страны, а вот их outlier, это вот видите, там вот такой вниз уходит, это Грузия. Она вот похожа больше на, по своему набору ценностей, похожа на вот эти вот восточные страны, которые вокруг нее, чем, например, на Украину или Россию. Основные облачка это конфуцианские страны, это Китай, Япония, Южная Корея, страны католической Европы, страны протестантской Европы, англоговорящий мир, Латинская Америка, Восточная и Южная, Юго-Западная, прошу прощения, Азия и африканские, исламские страны. Значит, смотрите. Предполагается, что по мере экономического развития страны должны, точнее говоря, общество, должны продвигаться вправо, вверх и вправо. Действительно, в углу верхним правом располагаются страны, пожалуй, достигшие максимального уровня развития, как экономического, так и социального. Вот это вот страны счастливого северного европейского социализма, страны всеобщего благополучия, богатые, спокойные. Вот это вот их, так сказать, набор ценностей. Это, с одной стороны, страны секулярные, страны достаточно индивидуалистические и при этом дальше всех ушедшие от ценностей выживания, о котором им уже давно не надо беспокоиться, к ценностям самовыражения. Но для того, чтобы было понятно, что дело не только и не столько в богатстве как таковом. Вот посмотрите на Катар. Вот. Видите, да? Как получается, да? Страна сверхбогатая, маленькая, богатая страна. При этом и, как это, и традиционные ценности там на высоте, да? То есть эта страна чрезвычайно религиозная, которой религия определяет поведение, но и не верят они почему-то, что они могут себе позволить самовыражение развития и прогресс. При этом мы видим страны достаточно бедные, особенно вот в латиноамериканском кластере, да и многие страны африканские, которые ушли туда вправо достаточно далеко. Это вот к вопросу о технооптимизме и технопессимизме, о котором я упоминала. То есть страны, которые видят, что до этого у них жизнь была совсем плохая, сейчас стало немножко получше, они верят в прогресс. Они не считают, что у них лучшее, так сказать, позади, да? Они верят, что лучшее впереди. С другой стороны, довольно большое количество стран, зациклено на своем великом прошлом, на своем золотом веке, который был когда-то, который не вернуть, поэтому они прогрессу не доверяют, считают, что ничего хорошего из него особенно уже не извлечешь. Значит, смотрите, на что я бы обратила внимание. Значит, постсоветские страны находятся достаточно высоко на шкале социальной атомизации и индивидуализма. О религиозности там у нас еще один будет слайд. который я вам покажу. Вот именно про то, насколько, где, в каких странах верят в Бога и не верят. Или, точнее говоря, не столько в Бога, сколько в загробную жизнь. Значит, в том же кластере православных парадоксальным образом мы видим Казахстан. Вот, опять же, я надеюсь, это видно. Вот Босния, а вот под ней Казахстан. То есть смотрите, что у нас тут есть. У нас есть, скажем так, примерно наравне с Россией по шкале выживания прогресс, но гораздо ближе к полюсу традиционных ценностей. Россия, вообще пытаясь представить себя большим оплотом традиционализма, страна секулярная, индивидуалистическая, консюмеристская, с высоким, так, сейчас это я убежала туда, с высоким, одним из самых высоких в мире уровней разводов и, на самом деле, с низкой религиозностью. И в этом отношении давайте сравним ее с Китаем, который подозрительно близко к ней находится на этой карте. Это, на самом деле, наследие, которое оставляют после себя тоталитарные режимы. Они выпускают, так сказать, в свет, когда они гибнут. Вот такие социумы с очень низким уровнем доверия, причем как имперсонального, то есть межличностного, так и институционального. Кстати, с высоким достаточно уровнем техно-оптимизма, в этом смысле, Россия. Тоже один из чемпионов мира, на этот счет есть отдельное исследование. А русские, вообще, как никто другой, верят, что при помощи техники можно решить все мировые жизненные проблемы. То есть вот с Китаем сходства больше, чем можно было бы предположить, и на самом деле не так много сходства с теми странами, которые действительно являются традиционными. Обратите внимание, кстати, что католическая Европа и англоговорящий мир, вот Соединенные Штаты, Соединенные Штаты – страна довольно традиционных ценностей. То есть смотрите, насколько она ниже по вертикальной оси, чем страны, например, протестантской Европы. И, кстати говоря, вот мы говорили о том, что важна динамика. Сейчас мы перейдем к предыдущей волне, постараемся посмотреть, кто куда съехал. Так вот, Соединенные Штаты сдвигаются вниз. Вообще, по сравнению с… Вот посмотрите на результаты шестой волны, 10-й, я сказала, 12-й, 14-й, 10-й, 14-й, проходила эта шестая волна. Мы видим за эти прошедшие годы… Значит, давайте посмотрим здесь, вот, скажем, Соединенные Штаты здесь найдем, и посмотрим, раз, что у них там произошло. Значит, снижение религиозности – это, пожалуй, та тенденция, которая универсально отмечается во всех странах. Ингла Харт, который умер в 21-м году, успев увидеть результаты седьмой волны, написал статью одну по их результатам в журнале Foreign Policy, по-моему, она публиковалась, называлась она «Giving up on God», как это, «Покидая Бога» или «Разочаровываясь в Боге». Он говорил о том, что религиозность снижается во всех странах, как раз в Соединенных Штатах. Она снижается, которая страна, на самом деле, очень религиозная, но в том числе и в арабском мире. В России это снижение является, я бы сказала, радикальным. На этот счет еще раз повторю. Есть отдельные красивые слайды, но мы сейчас не хотим концентрироваться на России, но просто, что называется, сообщаю вам. Чем моложе страта опрашиваемых, тем ниже уровень религиозности, причем он снижается по сравнению с этими же возрастами в предыдущих волнах. То есть это не то, что люди постарели и изменили свое мнение, а вот те, кому было 10 лет назад и те, кому 20 сейчас, это люди с совершенно разным уровнем религиозности. Значит, при этом, поскольку с 2014 года по 2022 мир был, в общем, довольно беспокойным, то мы также видим, что какого-то значительного уплывания в право, что ассоциируется с прогрессом и с благополучием, тоже особенно нету. Хотя постсоветские страны все-таки вправо немножко съехали. Вот сейчас концентрируемся на красном облачке и посмотрим. Вот это вот шестая волна, вот седьмая. Раз, раз, да. То есть видно, что все-таки, все-таки какое-то движение происходит. Из славянских стран постсоветских максимальное движение в сторону прогресса демонстрирует Беларусь, которая обогнала в этом отношении Украину и Россию, с которыми до этого она двигалась, в общем, достаточно ровно. Ну, или не двигалась, или там стояла на месте. То есть в Беларуси происходил трансформационный процесс социальный, которого никто не замечал, пока он не вылез на поверхность в 2020 году. И что касается Казахстана. Вот смотрим на Казахстан в седьмой волне и ищем его в... Вот его там находим, да, ищем его в волне шестой. Значит, в шестой волне его, видите, почему-то в африканно-исламские страны зарисовали, а все-таки к 22-му году догадались, что, наверное, это не совсем правильно. Смотрите, Казахстан вот по результатам седьмой волны стоит на идеальной нулевой параллели, да, относительно традиционно-секулярных ценностей. То есть вот это можем исчесть прям такой идеальной совершенно серединой. Что касается выживания самовыражения, то там вот еще, как это называется, есть еще запас для движения. Значит, как это было в прошлый раз? Ну вот, вы знаете, приблизительно так же и было. Не заметили мы, точнее не мы, а исследователи не заметили за это время какого-то большого продвижения. Казахстан в этом смысле действительно такая нейтральная страна, которая представляет собой некую, так сказать, золотую точку равновесия вот этого постсоветского североевразийского мира, и которую как-то вот не мотает. По крайней мере, пока так это выглядит. От чего, кроме, так сказать, примитивно понимаемого материального благополучия, зависит распределение ценностей? На этот вопрос мы с вами постараемся ответить, а пока давайте посмотрим еще обещанные мною данные по религиозности. Значит, это вот те же самые, те же данные, вот видите, источник, тоже всемирное исследование ценностей, последняя волна. Сколько, какой процент людей в тех или иных странах верят в жизнь после смерти? Как вы понимаете, это такой один из основных показателей религиозности. Если уверите в то, что после смерти еще что-то будет, то это с большей вероятностью будет влиять на ваше поведение при жизни. Так вот, смотрите, значит, что у нас выходит? Выходит у нас вот такая вот картина. Значит, ну, во-первых, видите, насколько Россия нерелигиозная страна по сравнению с Соединенными Штатами этим оплотом веры, да? И даже с Канадой, которая, казалось бы, должна в этом отношении больше походить на нерелигиозную Европу, тем не менее Канада тоже страна достаточно религиозная, совсем атеисты живут в Китае. Вот посмотрите, пожалуйста, на Китай, да? Вот конфуцианство, понимаете ли, там, традиционная семья, все вот эти вот рюшечки. Имиджи, так сказать, народов очень часто не соответствуют их социальной реальности. И очень долго никто этого не замечает, не обращает на это совершенно никакого внимания. То есть люди действуют под влиянием ложных сведений, потому что никто ученых не слушает. Надо слушать ученых, они знают много интересных штук. Значит, вот как у нас выглядит, скажем так, наша картина мира с точки зрения веры в загробную жизнь. И в этом отношении, если бы у нас тут была карта предыдущей волны, мы бы увидели, что и эта святая вера как-то растворяется постепенно под влиянием... А вот под влиянием чего? Мы с вами сказали, что экономическое развитие, в общем, заставляет людей больше верить в завтрашний день, чувствовать себя увереннее и, соответственно, обращать внимание на развитие, а не только на сбережение, а не только на оборону от врагов, но и на какую-то экспансию культурно-экономическую, образовательную. Это не единственный фактор. Другой могучий фактор этой ценностной трансформации – это урбанизация. Переезд людей из сельской местности в города. Значит, вот смотрите, данные на 2014 год уже, так сказать, стремительно устаревающие, но, тем не менее, они показывают, какая доля населения тех или иных стран живет в столице, это синенький, такой бирюзовый кластер. Серые – это горожане в целом, а серенькое, светлое – это сельские районы. То есть, смотрите, в чем тут особенность. Всего это 100%, поэтому для того, чтобы иметь общую долю городского населения, нужно столицу и городскую часть сложить. Понятно, да? Ну, то есть, например, есть страны, в которых очень сконцентрированное население. В России достаточная концентрация населения именно в столице. Ну, вот если сложить вот эти вот две цифры – 65,5 и сколько там? 84, кажется, да? На самом деле, к 2020 году в России около 10% всего населения сконцентрировалось в Москве. Мы страна сверхконцентрации в этом отношении. Вот мы увидим, кто, так сказать, в какой степени сельский, в какой степени городской. В США, например, столица маленькая, но в целом эта страна городская. Урбанизация – продолжающийся процесс. Он влияет очень много на что. Он влияет на… или на него влияет, это, как вы понимаете, взаимосвязанные процессы, на переход от экономики индустриальной к постиндустриальной. Если в течение XX века люди ехали в города, в основном, чтобы из крестьян стать промышленными рабочими, то в веке XXI они едут из сельской местности в города, из малых городов в большие города и в столицы, в мегаполисы, в основном для того, чтобы участвовать в сервисной экономике, в экономике услуг, в экономике коммуникации. Именно она, как считается, является основным ныне драйвером экономического роста. Экономика коммуникации – это экономика общения. Она требует, как вы понимаете, и определенного уровня грамотности, и целого набора коммуникативных навыков. Именно они воспитываются современным социумом, современной системой образования, как преимущественно нужные, важные, выгодные, приносящие пользу для, так сказать, человека нового века. Значит, как это произошло с нами, с человечеством? Вот посмотрите на динамику. Как происходила вот эта великая урбанизация? Для мира в целом точка схождения этих двух кривых – сельское и городское население – произошла вскоре после 2000 года. Этот график идет до 2050, то есть это прогноз. Предполагается, что дальше горожан будет становиться больше, а, соответственно, людей в сельской местности меньше. Кстати говоря, небольшое замечание совершенно не означает, что сельское хозяйство, основное занятие сельского населения, каким-то образом, так сказать, находится в упадке. Наоборот, оно процветает и, как ожидается, будет процветать еще и дальше. Ожидается вторая зеленая революция в этом отношении. Зеленая революция – это не такое экологическое событие, как может показаться по названию. Предыдущая зеленая революция случилась в 60-е годы 20 века и состояла в основном в изобретении эффективных пестицидов и удобрений, благодаря чему урожайность резко повысилась. Сейчас мы ждем, так сказать, вторую серию того же самого. Не буду уходить в эту тему, хотя, надо признать, это очень увлекательно. Сельское хозяйство вообще, как это, экономический сектор будущего. Но для него требуется все меньше людей. Или, точнее говоря, для него требуется все меньше людей, работающих в нем в том смысле, в каком-то понималось, вот с 1500 года до 1500 года и вплоть до 20 века. Это уже тоже другой тип занятости. Значит, в России этот переход произошел в 60-х годах, она перестала быть сельской страной. Сейчас, по-моему, 74,4% населения России живет в городах. И видите тут, вот, кстати, обратите внимание на этот горбик небольшой в графике, вот в этой желтой кривой. Это такая некоторая деурбанизация начала 2000-х. Это начало происходить после 91-го года, когда многие, ну, не знаю, что многие, но вот статистически несколько заметные, так сказать, насильственно свезенные в города горожане, которым это было неорганично, которых там советская власть гоняла массами по пространству страны, они поехали в деревню. Людям хотелось, на самом деле, когда появилась возможность там построить дом, купить землю, многие довольно туда отъехали. Это вот такая была небольшая, как мы видите, но заметная волна деурбанизации. Вторая волна деурбанизации случилась в 2020-2021 году. Ее стимулировал ковид. Когда выяснилось, как дискомфортно жить в заперти в городской квартире, люди стали ценить, так сказать, просторы, возможность загородного жилья. Другим драйвером этого процесса был уже не ковид, а все улучшающиеся возможности удаленной работы. Соответственно, чем жить в городе, где дорого, неудобно, тесно, лучше получать зарплату городскую, а жить, так сказать, на просторе в сельской местности. Я упоминаю эти обстоятельства, они важны для много для чего, для развития городов, для урбанистики, но, конечно, большие тренды, большие массы продолжают двигаться вот в этом направлении. Посмотрим теперь на Казахстан. Как здесь, с этим делом. Тут мы видим тоже, вот, так сказать, одно из главных казахстанских достоинств – стабильность. Стабильность видим мы. Значит, голубая часть – это сельское население, розовое – это городское. Вот мы видим урбанизацию в середине 2000-х. Был досникнут некий уровень, который ровно-ровно у нас продолжался в течение всех практически 2010-х, до их середины. Вот, кстати, тоже немножко он пошел вниз. И дальше мы видим такую же вот ровную-ровную линию. Вот прямо-таки залюбуешься. Ну, то есть, смотрите, Казахстан продолжает оставаться страной, где практически пополам, ну, не совсем пополам, все-таки все равно больше половины, да, там, 55 процентов – это все-таки горожане. Но, тем не менее, если мы сравним с Россией, то мы увидим, конечно, гораздо более значимую долю сельского населения. И, как, что особенно, так сказать, важно, она действительно остается достаточно стабильной. Казахстан, скажу, забегая несколько вперед, одна из немногих стран с таким уровнем экономического развития, с таким подушевым ВВП, у которого высокая и растущая рождаемость. В этом отношении можно сравнить вас с другой страной-исключением в этом отношении – с Израилем. Израиль – страна более богатая, но вот она выпадает очень сильно из общего тренда второго демографического перехода, согласно которому страны с высоким уровнем образования, с высоким уровнем урбанизации, с женским образованием и с высоким уровнем подушевого дохода рожают меньше. Вот в Израиле это не так, и у вас это тоже не так, в этом отношении вы. Это может быть временным явлением, ну опять же, в том смысле временным, как это говорят демографы, у них там единица, их мышление – это одно поколение. Но второй демографический переход может все равно прийти, пока это преимущество есть, им можно пользоваться. Значит, что еще влияет на изменение ценности? Мы сказали про жизнь в городах, мы сказали про уровень дохода, мы сейчас должны с вами сказать про потребление. Вот на этом слайде тоже иллюстрируется очень такой хрестоматийный экономический закон. Еще раз прошу прощения у тех, кто это все давно, как это, все экзамены давно сдал, но тем не менее. А значит, это так называемый сдвиг потребления по Энгелю, смещение потребления. А Энгель – прусский немецкий экономист в 80-е годы XIX века, он изучал домохозяйство в Пруссии с точки зрения их расходов. И вот он вывел этот принцип, который чрезвычайно прост, и когда его слышишь, кажется, что всегда это знал. Но он, во-первых, ценен тем, что это правда, а во-вторых, тем, что принцип Энгеля универсален. Сейчас мы постараемся сказать, как именно его образом. Так вот, смещение потребления по Энгелю состоит в том, что по мере роста доходов доля основного потребления, доля основных расходов сдвигается от жизненно необходимых благ, проще говоря, еды и лекарств, к непродовольственным товарам, одежде, обуви, машинкам, и далее к услугам. То есть бедные с экономической точки зрения – это те, кто тратит значительный процент своих доходов на еду. Есть разные среди экономистов мнения, каков именно значительный процент, где границы этой бедности. Одни говорят 30%, другие говорят, у кого, значит, меньше половины. На еду тратятся те уже не особо бедные. То есть, понимаете, вопрос не в цифре. Вы можете тратить на еду огромные деньги, но если у вас больше ничего не остается, то вы экономически бедны. Когда человек более-менее наедается, он начинает покупать несъедобное. Когда и с этим вроде как у него благополучно, он начинает покупать услуги. Покупка услуг звучит, так сказать, благородно, и тут нарисованы какие-то, видимо, образовательные услуги. Но это услуги могут быть самые разные. Человек начинает покупать других людей. Их время, их усилия, их таланты. Опять же, это могут быть услуги по образованию, а может быть по мытью полов, а может быть по чего-нибудь еще менее хорошему. Но главное, что это вот услуги, сервис. Я сказала, что закон Энгеля универсален. В каком смысле он универсален? Он относится к индивидууму, к домохозяйству. Он относится к целой нации, к стране. Ну, или, точнее говоря, к экономической системе. И он относится к человечеству в целом. Человечество долгие века своей истории вырабатывало еду. Большая часть населения Земли вплоть до середины 20 века были крестьяне, выращивали еду. Затем произошел сдвиг в сторону индустриального развития промышленности. Человечество стало состоять из рабочих, о чем нам сказал Маркс и Энгельс. А далее, по мере того, как происходит постиндустриальный переход, все больше и больше людей работают не в сельском хозяйстве, не в промышленности. Или, точнее говоря, может быть и в сельском хозяйстве, и в промышленности, но не руками. А работают они в сфере сервиса и коммуникации. Значит, при чем здесь, собственно говоря, ценности? По мере этого сдвига люди начинают по-другому смотреть, например, на образование, на собственное развитие, на то, что именно нужно передать детям, чему их научить. Ценности иерархий в таком обществе постиндустриальном снижаются. Почему они снижаются? Не потому что все становятся, так сказать, развратные и неблагодарные, и совесть потеряли. А потому что инновация становится важнее, чем передача опыта. Научить детей ровно тому, что сами делали и что сами знали, становится не так важно, как научить детей учиться чему-то новому. На этапе перехода это приводит к такой специфической родительской растерянности, когда родители говорят, а я не знаю, чему ему его учить, чему. Я не знаю, что ему рассказывать. Жизнь такая, я в ней не разбираюсь. Вот слышали, может быть, да, дети лучше понимают, чем мы. Они как-то вот им виднее. Оскар Уальд когда-то сказал в виде, так сказать, остроумного парадокса, когда мне нужно посоветоваться, я советую стойкость людей значительно моложе меня. Им жизнь сказала свое последнее слово. Тогда казалось, что это шутка такая. Чем дальше, тем меньше понятно, что тут, собственно говоря, смешного. Это выглядит совершенно тривиальным, я бы сказала, таким проявлением здравого смысла. Так вот, что еще делает, так сказать, сдвиг потребления по Энгелю и почему он такой могучий драйвер экономического роста? Не только, понимаете ли, производный от роста доходов, но и производитель роста доходов. Вот смотрите, это график динамики цен на американском материале статистическом изменения цен с поправкой на инфляцию в процентном отношении. Вот смотрите, вот нулевой меридиан, то есть там, где цены остались стабильны. То, что ниже его дешевело эти годы с 1997 по 2015, то, что выше, дорожало. Разумеется, это американские реалии с их специфическим, ну, например, сверхвысоким образованием. Это их, так сказать, американская штука, хотя нигде оно не дешево. Но нам тут важны не детали, а нам важен общий тренд. Посмотрите, в чем он заключается. Он заключается, по-моему, в совершенно однозначно видимой вещи. Любые товары дешевеют, любые услуги дорожают. И среди товаров дорожают те, в которых есть максимальный вклад человека. Это, среди прочего, ответ на вопрос, почему никакие роботы не займут ничьи рабочие места. Потому что то, что производит робот, то, что подлежит автоматизации, может только дешеветь. Дорожать могут только люди. Более того, у человека есть предел производительности, у машины не в такой степени. Поэтому человек может меньше, а стоит дороже. По крайней мере, так устроена постиндустриальная экономика, в которую все хотят попасть, потому что там к человеку относятся как к ценности, потому что он действительно эту самую экономическую ценность производит. Из этого же следует, собственно говоря, изменение, как мы сказали, в образовательной политике и в запросах людей, в том числе в их запросах политических. Значит, некоторые детализации относительно структуры потребления домохозяйств. Данные, опять же, на 2011 год уже достаточно давние. Но, тем не менее, чтобы нам понять, куда, что называется, двигаться, где есть еще запасы для роста. Это вот страны, сравнимые по уровню доходов, по уровню богатства. То есть, вот смотрите, вот Россия, Беларусь, Казахстан, да, три верхние. По-прежнему мы видим, что достаточно высока доля трат на еду, на продукты. То есть, это по-прежнему страны, которым, что называется, очень-очень есть куда расти в смысле человеческого богатства. Значит, тут выделены доли расходов на жилье, потому что в развитых странах, в странах более богатых, они имеют склонность, скажем так, вырастать. И мы видим вот этот вот темно-серый кластер, самый, так сказать, желанный признак вот этого вот перехода для тех, у кого он уже произошел. И мы видим, что и в России, и в Казахстане здесь есть еще, вполне есть куда расти. Хотя, посмотрите, по доле жилищных расходов Казахстан скорее похож на страны центральной и восточной Европы, чем, например, на соседей своих в России. То есть, здесь у вас, видите, есть прогресс. Но вот хочется, хочется еще больше прогресса в отношении расходов на отдых, культуру, даже если это рестораны и гостиницы. А тем не менее, все-таки это явно вкладывание не в сбережения, а в развитие. Помните нашу с вами первоначальную карту, с которой мы, собственно говоря, начинали. Расширение вот этого, этой зоны будет предполагать продвижение слева направо по карте Инглхарта Вельцеля. Говоря об этом, хочется упомянуть еще об одной популярной социально-политической концепции, о которой вы, наверное, слышали. О так называемой ловушке среднего дохода. Существует теория, согласно которой, скажем так, сейчас изложу, но прежде всего скажу вот что. Ловушку среднего дохода упоминают часто и часто понимают в высшей степени вульгарно. А именно, что не бывает устойчивого запроса на демократию в странах, где среднедушевой доход не достиг определенной планки. Планку это называют по-разному. Кто говорит, значит, должно быть 10 тысяч долларов на человека в год, кто говорит от 12 до 14. Как вы понимаете, цифры тут носят характер условный. Но главная идея стоит в том, что вот есть некий потолок или некий там порог, не перейдя через который нельзя стать устойчивой демократией, потому что люди этого не захотят. Почему я называю это вульгаризированным изложением этой концепции и постараюсь ее изложить, как мне кажется, более верно? Потому что в ней лежит идея, очень популярная, что демократия это для богатых. Это страшная ловушка. Ею пользуются автократии всего мира, внушая своему бедному населению, что они недостаточно развитые и недостаточно накормленные для того, чтобы требовать себе политических прав. Почему это ловушка? Потому что тот, кто заинтересован в сохранении власти, будет держать граждан своих в состоянии бедности вечно, ровно для того, чтобы они не поинтересовались, а где это их политические и гражданские права завалялись. Поэтому ждать, пока вот сейчас мы тут обеспечим себе выдающийся экономический рост, а потом давайте политические институты, это ждать у моря погоды, которая никогда не настанет. На самом деле теория, или точнее говоря, теоретическое предположение, гипотеза ловушки среднего дохода состоит совершенно не в этом. Она состоит в том, что институты, которые в недемократиях способствуют быстрому экономическому росту, упираются в потолок через некоторое время. Ловушка среднего дохода состоит не в том, что у вас недостаточно денег, чтобы требовать демократии, а в том, что вы сначала растете безо всякой демократии и радуетесь этому обстоятельству. А потом наступает предел, за который вы не можете выпрыгнуть. Опять же, числа тут не важны, цифры. Нет, наоборот, числа. Тут важен сам принцип. Действительно, автократии и диктатуры даже способны обеспечить экономический рост на некоторых коротких отрезках. Классический пример – это советская индустриализация. Отлично получилось, по выплавке чугуна из стали просто обогнали всех. Тогда много было разговоров, особенно потому, что одновременно происходил экономический кризис в Соединенных Штатах, что вот оно чудо-то новое нам явлено, вот как надо оказывается. И это говорили отнюдь не советские пропагандисты, а это говорили очень многие-многие западные интеллектуалы, о котором вот, так сказать, было явлено на практике, которая, как говорил Маркс, критерий истины. Смотрите, как государство рабочих и крестьян замечательно индустриализируется. То, что потом, ну, во-первых, не так много остается живых людей, которые могут порадоваться всему этому чугуну, а кроме того, это не переходит ни в какое дальнейшее развитие, но понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы мир понял, что это, в общем, не путь. Но по-прежнему идея о том, что демократия мешает правильной политике, и сейчас вот мы сначала обеспечим экономический рост, а потом уже все остальное, вот, собственно, это и есть содержание ловушки среднего дохода. Существует предел, за которым для того, чтобы развиваться дальше, в особенности для того, чтобы развиваться в постиндустриальной экономике, основанной на человеке, необходимо этому человеку давать возможности для развития. Без базовых гражданских прав это невозможно. Поэтому значительное количество стран действительно в этом лимбе так и болтаются. Они предполагают довольно часто, что если их успехи, предыдущие, либо перешли в застой, либо вообще сменились падением, то это потому что, ну, например, у них раньше была сильная власть, а теперь она недостаточно сильная. Давайте кого-нибудь себе найдем еще более, понимаете, или с какой-нибудь твердой рукой, ногой и другими частями, и вот тут-то будем процветать как раньше. На самом деле им необходим политический переход, который совершить действительно трудно, если особенно ваши элиты его не хотят совершать, а они редко этого хотят, потому что любые такого рода переходы предполагают необходимость делиться, если вот примитивизировать, делиться политической властью, делиться экономическими ресурсами, менее концентрировать все богатства в своих руках. Мало кто хочет этого добровольно. Но, в завершении скажу, случаются счастливые исторические совпадения, обстоятельств, качество элит, намерений руководства, готовности граждан, которые позволяют ловушку среднего дохода преодолеть. Еще раз повторю, это исторический шанс, который выпадает нечасто. Не будем показывать пальцем на те земные области, которые пропустили этот свой шанс, и неизвестно, дождутся ли его еще раз. Если он выпадает, опять же, не будем никому ничего указывать, но все-таки так туманно выразимся, то надо им пользоваться, потому что выход из ловушки среднего дохода существует. Есть страны, которые это сделали. Да, многие из них, если мы говорим, например, о странах, до этого достаточно бедных, скажем, странах Восточной, Центральной Европы, они это сделали с внешней помощью. Это правда. Но существуют страны, например, латиноамериканские, две перепрыгнули, Уругвай и Чили. Вполне смогли это сделать. Значит, существуют страны южноазиатские, например, Южная Корея, которая начинала, как свой, так сказать, рост замечательный, вполне как диктатура, но потом перешла по необходимости к демократии, не без проблем, с коррупционными скандалами, с судами и самоубийствами всяких своих элит, с множеством некрасивых деталей. Демократия вообще неопрятная. При диктатурах все красиво маршируют, пока не дойдут до столкновения с реальностью, тогда это все рассыпается. Демократии неряшливые. От них много шума, мусора всякого много, там вечно ругаются все. Со стороны кажется, что там в обществах раскол, в элитах безобразие. На самом деле это очень здоровый процесс общественной дискуссии. Это процесс общественных изменений, которые идут не так, как кто-то сказал, а так, как обществу надо. Этого не надо бояться. Хотя с непривычки, что называется, это действительно способно отпугивать. Так вот, существуют страны, вырвавшиеся из ловушки среднего дохода, существуют те, кто не просто застывают в нем, а и, например, в Латинской и Южной Америке много таких примеров, а падают вниз. Деградация, к сожалению, это всегда историческая реальность. Никакие достижения не навсегда. Любой уровень развития надо поддерживать, любой рост требует больших усилий. Но, опять же, не указывая ни на кого напрямую, если воспользоваться такой возможностью, то это закладывает основу для дальнейшего благополучия в общем надолго. Тоже не навсегда, в следующих поколениях будут свои задачи. Но существующим поколениям хочется пожелать выполнить свой исторический долг перед ними. Спасибо вам большое за ваше внимание. Я надеюсь ответить на ваши вопросы. Спасибо, Екатерина Михайловна. Со вторым выступлением у нас выступит Куаныш Жаиков, экономист, руководитель аналитического центра ДЭШТ. И в своем выступлении он поговорит о том, что мешает экономической модернизации Казахстана, какие шлагбаумы стоят на пути казахстанского экономического паровоза. Пожалуйста, Куаныш. Спасибо, Казис. Всем добрый вечер. Спасибо, что пришли. Будет очень такая короткая и интенсивная презентация, поэтому просьба на 20-25 минут подержать фокус. Будем идти очень быстро. Один слайд, одна минута. Хорошо? Итак, ну я и не заслужил. Все правильно. Презентация называется «Все менять основ не трогая». Это песня из фильма «Не бойся я с тобой», которая очень хорошо характеризует, что мешает экономике Казахстана модернизироваться. То есть есть явно какие-то основы, которыми мы не занимаемся, и есть все другое, которыми мы почему-то занимаемся бесконечно. Ну давайте. Первое. Правильно заданный вопрос – это уже половина ответа. В зале есть экономисты? Можете поднять руки, чтобы я примерно понимал аудиторию? Процентов 10. Хорошо. Так вот, меня всегда удивляло, не всегда, а последние пару месяцев на самом деле, что есть вот группа социологов-политологов, и есть группа экономистов, и почему-то эти две группы, ну, не пересекаются. Хотя на самом деле надо было бы. Поэтому, что мы сейчас делаем? Мы сейчас очень быстро пробежимся по, как я считаю, заблуждениям, для того, чтобы это сначала опровергнуть, а потом постепенно перейти к теме, как это вообще связано с ценностями, институтами, о том, о чем мы только что поговорили. Итак, мы слабо и некачественно растем. Сейчас будет сеанс психотерапии. На самом деле нет. Давайте так. У нас экономика состоит из двух частей. Там, ненастоящая сырьевая экономика, от которой мы хотим уйти, это вот все, что связано с сырьем, цепочки, добыча, металлургия и так далее. То есть, зависит от мировых цен на нефть, зависит от географии, условий, климата и так далее. И есть вот несырьевой, трушный, настоящий ВВП, который мы хотим нарастить. Проблема в том, что они смешаны. И пока мы наращиваем одно, мы не видим, в общем, наш общий перформанс, он растет или нет. Поэтому такое упражнение мы сделали и обнаружили следующее. Смотрите, до 2010 года у нас сырьевой был больше, чем несырьевой. Посмотрите, что случилось после этого. На самом деле, несырьевой сектор экономики Казахстана растет. И это то, о чем почему-то в последнее время просто стесняются говорить. Как будто не, 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 не может быть, у нас же все плохо. Да вот на цифрах, смотрите. Экономика наша за 10 лет в среднем росла на 3,5%. Сырьевой не настоящее, в кавычках, 2,3%. А вот то, что от нас более-менее зависит, 4,7%. То есть, о чем это говорит? Движок-то работает. То есть, худо, бедно, но он работает, причем до уровня, который мы и хотели. Эти самые 5%. Этого не надо стесняться. Далее. Соседи нас опережают. Нужно вот срочно их копировать. Все бы ничего, но кто соседи? Да, то есть, я как либеральный экономист, я противник того, что делают наши соседи. Я считаю, что это даже не с точки зрения демократии, с точки зрения экономики неправильно. Но, хорошо. Если мы смотрим по горизонтали, да, вот эта шкала, то да, нас опережают. То есть, есть Узбекистан, Таджикистан, Монголия и другие страны. И вроде кажется, блин, ну, позорные 3,5% нужно что-то делать. Но ведь населению все равно. Люди как считают? Сколько долларов создано на одного, ну, каждого из нас? Мы же так считаем. Какие-то абстрактные цифры, ВВП, зачем? Поэтому, если пересчитывать доллары в национальный доход создан, ну, сколько на гражданину в трудоспособном возрасте, ну, минусуем детей, стариков по понятным причинам, то, оказывается, Казахстан ведь смотрится неплохо. То есть, мы ежегодно создаем на гражданина 235 долларов. Узбекистан 30 долларов. Это не говорит о том, что они хуже или мы лучше. Просто это говорит о том, что все не так плохо, как кажется. Россия была на первом месте до 2022 года. По последним прогнозам, скорее всего, будет откат где-то вот туда, в сторону Белоруссии. И, возможно, мы окажемся действительно самой здравой точкой среди наших соседей по экономическому росту. Дальше. У нас какая-то неоптимальная структура экономики. Это вот третий рейхт, но для экономики. Вот надо подогнать. Вот не устраивает нас, как она выглядит. И здесь просто вырезки из новостей. Мы все время стремимся. Давайте обработку закачаем до какого-то процента ВВП. Сельхозка. Надо вот столько-то. Туризм. ИКТ. И любая другая отрасль. В чем здесь подвох? Ну, смотрите. Мы пытаемся стать, ну как, развитой страной. Это пока еще не отменили, по крайней мере. Давайте сопоставим. Вот по каждой отрасли минимум-максимум развитых стран. И закроем этот вопрос. Смотрите. Вот эти желтые круги – это минимум-максимум. Красный – это мы сейчас. А синий – если убирать нефтегазовую цепочку. В целом, Казахстан даже сейчас находится в диапазоне развитых стран по структуре экономики. То есть, понимаете, оптимальной структуры, как и оптимального человека, не существует. Каждая развитая страна, она специализируется в чем-то своем, она хороша, и это нормально. То есть, мы не должны загонять себя в какие-то формальные рамки. То есть, смысл быть развитым не в этом. То есть, чтобы обрезать, как-то подкрутить, подшаманить экономику, чтобы попасть под эти критерии. Да, где-то мы близки к минимуму, где-то близки к максимуму. Но только что правильно было сказано. Это эволюционный процесс от сельского хозяйства туда дальше к индустрии и после индустрии. Поэтому гнаться за этим сейчас точно не надо. Мой любимый тезис. Мы грамотно определим приоритеты. Приоритеты, приоритеты. Я все время это слышу. На всех совещаниях. Более того, здесь я специально вот именно вот так запринтскринил. Вот это как, мы думаем, выглядят приоритеты. Это вырезки из комитета нациоэкономики, сейчас бюро. То есть, мы думаем, есть какие-то 20 отраслей, нужно ткнуть. И давайте качать это. Есть 20 регионов. Давайте теперь Северо-Казахстанскую область раскачаем. И, соответственно, виды спроса. Пойдем на экспорт. Нет, пойдем. Давайте заместим импорт и так далее. Все эти разговоры. В чем наша позиция? Экономика даже Казахстана устроена сложнее. Это очень тонкий и где-то даже изящный организм. Вот так устроены наши отрасли. Это математика. То есть, что мы сделали? Во-первых, отраслей не 20, их 800. А если брать индивидуальные товары и услуги, то получается несколько сотен тысяч. Во-вторых, между ними есть явные и неявные связи. Схожие покупатели, схожие факторы производства, схожие таланты. По какой-то причине они кластеризуются. То есть, в этом есть какая-то природная даже, можно сказать, красота. Но, как минимум, вы видите, что здесь просто вся палитра. Все стоят рядом друг с другом. Сложно сказать, что четко дифференцируется, допустим, отрасль сельского хозяйства. Давайте приблизим. Что мы видим? Вот есть добыча нефти и газа. Один сектор. Есть услуги по добыче. Тоже рядом с ним. Хоп, у нас есть трубопроводы. То есть, это уже отрасль логистики. Это совсем другая отрасль, но она связана с этим процессом. Строительство трубопроводов – это совершенно другая отрасль. А вот через одно колено находятся банки. А рядом с банками находится высшее образование, концертная деятельность, крупные оптовые магазины, аэропорты. Вон там Нацбанк затерялся. Ну, то есть, о чем это говорит? Это целая экосистема, из-за чего сложно ткнуть в кого-то одно и игнорировать всех остальных, думая, что развитие должно быть именно таким. То же самое с регионами. Здесь тоже 200 районов Казахстана по схожести. То есть, чем ближе они друг к другу располагаются, тем более они схожие, то есть специализируются в одних и тех же отраслях. Разделенные по цветам на макрорегионы. Та же самая, да, уже более адекватная, скажем так, группа, но в целом палитра. Делаем зумин и видим. Смотрите, вон Актау, вон же Наузень. То есть, это два города, которые находятся в Мангастауской области. Но они не похожи друг на друга. То есть, это совершенно два принципиальных, две принципиально разные структуры рынка труда. Актау больше похож на Трау, на Актобе, но точно не на Жаннаузень. То есть, почему сложно сказать, что Мангастау весь, да? То же самое. Кукшитау похож на Талдыкурган. Хотя, это там север, здесь юг, но между, понимаете, да, есть определенная логика. Да? Это объем занятости, количество занятых. То есть, ну, размер получается. А рынка труда местного. Смотрите, где находится Коши. Вообще-то, это новоиспеченный город Акмолинской области. Но он похож на наурсбайский район города Алматы. И, соответственно, выполняет такую же роль, которую выполняет наурсбайский район города Алматы для всех остальных районов Алматы. Ну, только для Астаны, да? То же самое. Районы Алматинской области привязаны действительно к районам города Алматы. Рудные в Кустанайте, Миртау в Караганде, но они схожи. То есть, смотрите, не существует вот приоритет села или приоритет моногорода. Или давайте мы только раскачаем три города республиканского значения. Даже внутри этих городов это совершенно разные истории. Это мы сейчас выбиваем, почему нельзя просто ткнуть пальцем. Последнее заблуждение, и потом перейдем к выводам и к шлагбауму, собственно говоря. Вот одно из самых таких чувствительных заблуждений. Богатые против бедных. Вот эти новости, они постоянно мелькают. То есть, казахстанцы в среднем зарабатывают 55 тысяч тенге, половину денег тратят на еду. У нас оказывается три четверти бедных. И так далее. Эмоциональную часть я понимаю. Но в чем проблема таких месседжей? У них всех один источник информации. Это так называемое выборочное обследование домохозяйств. То есть, мы опрашиваем каждое 500 домохозяйство, не мы, а комстат. И на основе этого они делают бюллетень, который все потом используют для разных месседжей. Что не так с этим бюллетень? Смотрите. Давайте сопоставим две цифры. С одной стороны, в этом бюллетне есть подушевые доходы домохозяйств, которые равны 69 тысяч тенге в месяц. Но с другой стороны, у нас же ведь есть ВВП. В ВВП есть потребление домохозяйств, которые мы делим на 19 миллионов, делим на 12 месяцев. И мы получаем цифру 182 тысячи. Разница в 2,6 раз. Соответственно, откуда такая шапка? Можно было сказать, что это сверхбогатые. Но если рассматривать структуру, это не яхты, это не самолеты, это недорогая недвижимость. Это все то же самое. Еда, одежда, проезд, медицина и так далее. Соответственно, перед нами стоит выбор. Либо мы верим всем вот этим новостям, либо мы говорим, что мы нарисовали 25% нашей экономики. А это означает, что все показатели ВВП, наши расходы на науку ВВП, расходы на здравоохранение ВВП, денежная масса ВВП, они все летят. И поэтому, ну, мы, я, по крайней мере, перепроверял несколько раз, я более склонен верить вот этим цифрам. Мне кажется, что мы существенно, она есть, но мы существенно переоцениваем бедность в Казахстане. Но есть другая статистика, которая более-менее совпадает с тем, что есть. Вот смотрите, распределение богатства группа населения, да, взрослого. Что мы ожидаем увидеть? Мы ожидаем увидеть, что есть 1% проклятых богатых казахстанцев, и есть очень большая обиднота. Отсюда напрашивается, какой вывод? Давайте мы через налогово-бюджетную политику, то есть насильственное распределение, заберем у богатых и разводим бедным. Отсюда, допустим, разговоры про прогрессивную шкалу налогов. Сопоставим Казахстан, опять же, с развитым миром, чтобы понять, где у нас просед, где у нас излишки. И ситуация выглядит следующим образом. То есть оранжевое, это получается среднее по развитым странам, синее это Казахстан. Заметили? Первые 60% населения один в один. То есть распределение богатства среди первых 60% населения схоже с развитыми странами. 1% казахстанцев действительно зарабатывает кратно больше, чем в развитых странах. Хотя, если честно, есть такие страны, как США, Чехия, где процент примерно такой же. Но вопрос в другом. А кто недополучает богатство? И здесь мы с вами, ну, по сути, если честно, аудитория, вот, те, кто здесь сидит, это средний класс и выше средний класс. То есть это оттуда должно прийти сюда. Мы даже для интереса посчитали цифры. Сколько это должно быть? Это означает, что у того топ-1% населения по минус 350 тысяч долларов для высшего среднего класса это то, что недополучили примерно полтора миллиона человек, да, казахстанцев. От 15 до 30 тысяч долларов, а для среднего класса от 2 до 10 тысяч долларов на взрослого. То есть это вот такое странное перераспределение и нет, ну, это даже смешно звучит, государственная программа отнять у богатых и раздать менее богатым, да. То есть такой бюджетной программы нет. Поэтому нам нужен немного другой механизм, кроме фискального. Промежуточные выводы. Хорошо иду. Итак, первое. Движок экономики худо-бедно пока работает. То есть его не надо заливать деньгами, что-то с ним делать и самое главное отвлекать внимание от более важных вещей. Второе. Не надо искать узкие приоритеты. Все нуждаются в развитии, все нуждаются во внимании, все отрасли, все регионы Казахстана без любимчиков, без назначения победителей. И третье. Грубое перераспределение пока что не актуально. Нужны более изящные методы. Все. Психотерапия на этом заканчивается, начинаются проблемы. Но в чем мы действительно согласны? Цены, они растут. И у Казахстана действительно ненормальная инфляция. Даже по 22-му году. Качество и товаров, и услуг нас не устраивают. Веерные отключения, дефициты, то сахара, то того, сего. То есть, даже президент уже, не знаю, вынужден обращать внимание на отдельные товары и услуги. Но самое главное это то, что, я надеюсь, помогут сформулировать социологи, это вот это глубокое, необъяснимое ощущение несправедливости. Которое никак количественно не мерится. Но казахстанцы же не просто говорят цены растут. Они говорят, цены растут и на этом кто-то обогатился. Трубы в Петропавловске падают, потому что за все это временно воровали. То есть, там всегда есть продолжение этой истории. И вот, исходя из этого, мы поставили такой синдром для казахстанской экономики, температура 37,1. Или называется что-то не так. То есть, вроде еще не та температура, чтобы глотать тяжелые лекарства или идти там хирургическое вмешательство к врачу, но голова болит, настроения нет, там состояние приуныл, делать ничего, как-то вот, как-то все очень тяжело получается. И вот, как бы мы застряли посередине, да, то есть, в целом организм нездоров. И с этим организмом в целом нужно что-то делать. Теперь, где шлагбаум? А давайте тогда вернемся к истокам. Я понимаю, что здесь, скорее всего, сидят более такая либеральная аудитория. Немного поговорим про то, как принимаются решения, да, и, соответственно, какой вот фрейм при принятии решений есть. К основам вернемся. Что такое экономика? Экономика – это разве математика? Это разве бухучет? Это разве тот самый госплан? Какие-то мы нарисуем формулы, модель, волшебные пилюли или то, как я вот люблю сейчас финансовый блок, дебет, кредит. Налоги забрали, бюджет распределили, давайте поговорим, сколько заберем, сколько перераспределим и на что. И все, да, на этом заканчивается. Либо все-таки экономика изначально, да, в ее теории, она про людей и их взаимоотношения. Это почему они потребляют, почему они сберегают, как они выбирают место жительства, чем заниматься, рискуют или нет. И вот тот самый социальный капитал, их взаимный уровень доверия. Хорошо. Если это второе, отсюда возникает еще один вопрос. Почему? Потому что, понимаете, я государством, мне хочется вмешаться в этот процесс. То есть, соответственно, возникает вот такое, а люди какие? То есть, люди, они что, какие-то глупые, бесцельные, они не осознают, чего хотят, не осознают больших вещей, нуждаются в координации. И поэтому я большой, красивый должен прийти и всем сказать, так, мы идем вон туда, вы, пожалуйста, самоорганизуйтесь, а вы будете заниматься сельским хозяйством. Либо все-таки люди, они в целом самодостаточны. Люди достаточно мотивированы для того, чтобы работать, рисковать. Почему? Потому что у нас есть семьи, у нас есть дети, у нас, ну, у кого-то есть богоугодность, у кого-то, ну, элементарный эгоизм, он тоже нормален. То есть, у нас внутренний движок мотивации, он работает. И как бы он работает и без какой-то указания сверху, сбоку и так далее. И самое главное, людям далеко не всегда нужны формальные правила для того, чтобы договориться между собой. То есть, они умеют создавать свои правила и им подчиняться. Сейчас чуть позже скажу, как это называется, хотя вы уже знаете. Отсюда, где вот у нас произошла логическая ошибка за все это время. Мы мыслили вот такой категории, это называется неоклассика. То есть, экономический рост зависит от того, вот физический капитал, человеческие технологии. Соответственно, выбираем отрасли, накачиваем деньгами, всем раздаем высшее образование и сюда перенимаем лучшие тег-компании и так далее. Трансфер технологий. Мы забыли немного другое. Этого всего в мире, этого добра хватает. То есть, проблема же в другом, что нет людей, которые могут этот кубик Рубика собрать вместе. И вот это, то есть, мы забыли, упустили из виду вопрос зачем. И это вопрос стимулов. То есть, были бы стимулы, были бы все остальное. У нас не хватает стимулов, но здесь же противоречие. На предыдущем слайде я сказал, что стимулы есть. Но людям не надо объяснять, зачем работать или зачем заниматься бизнесом. Значит, есть что-то другое, что даже мотивированных людей заставляет не делать, не инвестировать, свое образование, свои капиталы, не рисковать. И это что-то другое называется институты. То есть, вот эти правила игры, которые нас окружают, в которых мы находимся сейчас. Более того, институты бывают, ауза начинается, формальные, неформальные. Смотрите, формальные, очень коротко, законы, правила дорожного движения, организации, проверяющие, силовики и так далее. Все, что связано с государством. Неформальные, это то, что сообщества, люди создают сами, подчиняются, и более того, знаете, нарушить неформальные, вот правила неформальных институтов гораздо страшнее. То есть, иногда я лучше заплачу штраф, а некоторые готовы отсидеть, чем нарушить какое-то неформальное правило. Например, понятие, или там казахский яд, или еще что-нибудь. эти два вида институтов, они могут друг друга взаимодополнять, а могут и вступать в контры, и это, ну, хуже нет. Про неформальные я даже не буду говорить, это не моя вотчина, я экономист, а вот про формальные институты для экономического развития, мы о них сейчас поговорим. Смотрите, опять же, есть классификации, вот Казахстан и ОСР. Давайте сопоставим, где именно мы проседаем. Ну, хорошо, хотим быть развитыми, но что именно у нас не получается? Выглядит это вот так, немножечко сложно, поэтому давайте мы пропустим этот слайд, я попроще объясню. Объясню я следующим образом. Смотрите, есть семь основных источников экономического, как там было, прогресса. Такая пирамидка, причем, понимаете, приоритетность важна. Я могу доказать это математически, если будет интерес в следующий раз. Но приоритетность важна. То есть, рыночная экономика начинается с правовой системы. То есть, без верховенства права нет рыночной экономики. Вы можете обнулить налоги, отменить все трудовое регулирование, но это все равно не рыночная экономика. Это клептократия, это кумовской капитализм, вот что угодно, но не рыночная экономика. Второе, конкурентные рынки. Любой может зайти без монополий, олигополий, особенно искусственных, и осуществлять свою деятельность там. Третье, про то, о чем у нас забыли. Эффективные рынки капитала. В перераспределении денег есть смысл. То есть, они должны вытекать от тех, кому они сейчас не нужны временно, и идти туда, идти в проекты, которые повышают всеобщее благосостояние. Если этот механизм ломается, то мы просто вкачиваем чужие деньги в неработающие проекты, и тем самым они застревают, и просто мы разрушаем наше благосостояние. Далее идет уже безденежные вещи, разумное и ограниченное регулирование, свободная торговля, монетарная стабильность, и вон там на последнем месте фискальная политика. То есть, все разговоры вокруг, сколько налогов, какие ставки, куда распределим деньги, какие-то бюджетные программы, а вот новая бюджетная программа, это вторично, третично, на седьмом месте. А теперь посмотрим перформанс Казахстана до 2022 года. Вот диаметрально наоборот. То есть, там, где не очень сильно на самом деле важно, мы прям вот очень хорошо, низкие налоги, до последнего мы практически не контролировали цены административным путем. Свободная торговля, мы сырьевая страна, поэтому, естественно, у нас нет больших квот на экспорт, на импорт и так далее. Мы отправляем, завозим айфоны, все хорошо. Но вот в том, что есть база для экономики, здесь у нас показатели очень плохие. И хуже всего, что мы этим даже не, то есть, мы даже не говорим об этом. Вот здесь, я почему изначально сказал про экономистов и политологов, социологов с другой стороны, здесь как бы экономисты так умывают руки и говорят, ну, все, моя тема закончилась, я вон там. Нет, на самом деле мы здесь, ребят. И что случается, если вы занимаетесь вот с четвертого по седьмой пункт, но не занимаетесь первыми тремя пунктами? Случается вот это. Представьте себе рынок труда Казахстана как город. Хорошо, 10 миллионов человек. Так вот, вот у него есть такой белый даунтаун, первый мир. Там живет 36% взрослых казахстанцев. Это работники госсектора, квази-госсектора, крупных и средних предприятий. Они платят официально зарплату, ИПН, ОСМС, там все ГФСС, все соцсочисления, все у них хорошо. Они легальны. Далее у нас идет такой полулегальные районы, серый сектор, 26% взрослых казахстанцев. Это малые предприятия, индивидуальные предприниматели, которые иногда платят, иногда не платят, есть разные лазейки, как это обойти, нанять сотрудников, заплатить им в конверте, ну то есть такие темы. И дальше у нас идет такая нелегальная окраина, черный сектор, теневой сектор, 38% взрослых казахстанцев. То есть вы понимаете, две трети казахстанского рынка труда находятся в тени или в полутени. Что самое страшное? Это то, что они находятся вне правового поля. То есть государство существует только для белых. То есть, когда у вас нарушается, ну допустим, у вас нарушили ваши трудовые права. Если вы в черном или сером секторе, вы даже никому не обратитесь, вы даже не докажете, что были трудоустроены. А белые пойдут, да, у них есть договора, они могут сказать, вот, несправедливого воли, пожалуйста, господин судья, примите решение. То есть, самая главная проблема развивающихся стран, и это не моя мысль, а Эрнандо Десота, в том, что у них гигантский теневой сектор. И пока государство этот белый круг не расширит, остальное делать бесполезно. Более того, для того, чтобы расширить этот белый круг, вы должны идти не на усложнение, а на упрощение. То есть, делать формальное под неформальное, а не наоборот, сделать там формальные правила, и как я сегодня услышал, мы в 25-м году войдем в ОСР. То есть, мы сразу приняли правила развитых стран, а потом подгоняем свое население под это правило, оно идти не хочет, понятное дело. И мы говорим, ну хорошо, тогда вы все в тени, вы все нелегальные, сейчас пойдем в группу проверяющих. Это делать ни в коем случае нельзя. Все нужно упрощать. Далее. Понимаем ли мы это? Я уже подхожу к концу. Вы знаете, раньше мы думали, что если вложить это уста первых лиц, премьер-министра, министра, президента, то все изменится. Но те, кто отслеживает послание, отслеживает все эти документы, вы же знаете, это же все есть. Пять институтальных реформ, верховенство права, третья модернизация 17-го года, верховенство права, 21-й год, национальный план развития, тире, там, новая экономическая политика, верховенство права. И даже в последнем послании верховенство права с огромной оговоркой, которая меня лично сильно порадовала, нужны новые подходы. Ну, то есть, что сказал президент? Он сказал, вы знаете, мы уже об этом говорим много лет, уже понятно, что что-то не работает. Поэтому вот эти месседжи, это все понятно, выработайте другие решения. И здесь я перехожу к последнему слайду. Вы заметили, мы уже ушли далеко от экономики. Тут вообще речь уже не про экономику идет. Дело не в что, а кто и как. В чем была проблема, ну, лично моего мышления до этого? Если в зале есть паблик полиси, паблик администрации, я сразу прошу прощения, я не претендую на вашу нишу, просто это вырезка из Всемирного банка. Мы, ну, я по крайней мере считал, что государственное управление, это когда государственные органы или субъекты разрабатывают меры политики по каким-то формальным правилам, методичкам, процедурам, там вроде какая-то бюрократия, она работает, все хорошо. Но, и вот по этой логике очень много уже групп вот впихивало в разные послания вот эти формулировки на предыдущем слайде. Чего мы не понимали, потому что вот не общались социологами, политологами и так далее. Мы не понимали, что государственное управление это когда государственные субъекты во взаимодействии с негосударственными субъектами, то есть олигархи, отраслевые лоббисты, гражданские активисты, да, много разных групп населения, не просто разрабатывают, а осуществляют меры политики. То есть это вопрос механизма реализации и в казахстанских условиях он более важен на самом деле, чем смыслы. И самое главное, третье, по формальным и неформальным правилам. И что мы с ужасом обнаружили, и эта проблема, я уверен, далеко не Казахстана, что даже в эпицентре формальных институтов находится гигантская неформальщина. Как принимаются решения? И мы перешли в такую плоскость, вот сейчас переходим, которая называется политическая арена. И здесь возникают совершенно далекие от экономики странные словосочетания. Асимметрия власти, противоречивые интересы, постоянно меняющиеся правила, препятствия реформам со стороны проигрывающих, нарушение политической равновесия, дилемма заключенного, которое решение вроде оптимальное, но никто не может по нему договориться. Изоляция целых групп. То есть мы можем принимать экономическую программу без, то есть не спросив группу, которая бенефициарит экономической программы. Институциональная колья, это понятно, и мое любимое, best practice против best fit. то есть пиджак может быть дорогой, красивый, модный, но на вас смотрится смешно. Лучше надеть более помятый, но в котором вы будете смотреться органично, это собственно что я сегодня сделал, но понимаете, мы не должны гнаться за лучшими практиками, мы должны в первую очередь изучать себя, и даже если это решение вот далеко не оптимальное, оно второе, третье, десятое в очередности, но если оно подходит нам, именно его мы должны применять. В заключение, одна мысль буквально, еще раз, это вот мой любимый тезис, что проблемы и решения нашей экономики находятся далеко за пределами нашей экономики, и пока мы не отремонтируем вот эту тему, которая называется политическая арена, у нас всегда будут выскакивать абсолютно спонтанные, неожиданные решения, которые будут всех вводить в ступор, создавать гигантские транзакционные издержки в экономике, и бизнес, и граждане каждый раз будут не успевать перестраиваться, находясь в состоянии вот этого бесконечного ступора. Именно поэтому я абсолютно, ну вот, скажем так, даже не абсолютно, немного по-другому смотрю на происходящее в 22-м году, потому что внимательно отслеживал 10 лет, что было. Мы впервые заговорили за какую-то политику вообще. До этого вот все это было там про налоги, про бюджет, давайте какой-то новый сектор, там вот космос полетели. А сейчас наконец-то диалегизация, конкуренция, диалегиполизация, расчищение, убираем барьеры, там какие-то политические реформы, но, наверное, коллеги лучше прокомментируют. то есть получилось то, что влияет на политическую арену. И для нас, как для экономистов, это сейчас самое важное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Куаныш. Сейчас хотелось бы приступить к небольшой дискуссии, чтобы раскрыть те тезисы, о которых говорилось сегодня. Вот первый вопрос Екатерине Михайловне. Екатерина Михайловна, мы смотрели на этих картах, как страны дрейфуют вдоль осей этих ценностей, да, из периода в период. Но что является драйвером, какие события, изменения в мировом сообществе, являются драйверами этого дрейфа стран вдоль осей? Может быть, это цифровизация последних десятилетий, когда информация быстро переходит из точки в точку, без барьеров пропаганды? Может быть, это все-таки мягкая сила великих держав через фильмы, сериалы и прочее доходит до, дотягивается до даже самых консервативных стран? Или, может быть, это изменение какого-то экономического уклада? Южная Корея расы стала за несколько десятилетий индустриальной державой, соответственно, изменились, может быть, ценности. Вот что? Спасибо за вопрос. Я вроде бы попробовала это немножко объяснить в своем изложении, что влияет на ценности. Вопрос хороший, и, собственно, все, что вы перечислили, это правда, оно действительно влияет. Базовые процессы, которые меняют то, как общество смотрит на хорошее и плохое, на приемлемое и неприемлемое, это урбанизация, всеобщая грамотность и экономические переходы от аграрного общества к индустриальному, от индустриального к постиндустриальному. Это вот самые большие такие реки, которые несут на себе этот плод ценностей, как там свиты из песен и слов, как пел бедный поэт Лоза. Вот это вот такие совсем, так сказать, совсем обобщающий ответ. то, о чем вы сказали, цифровизация и свободный обмен информации, это производная от всеобщей грамотности. Все стали уметь читать и писать, все больше и больше процент, население получает образование, очень большое влияние на изменение ценностей в обществе оказывает образование женщин. Вот как только девочек стали учить читать и писать, тут уже... Дальше добра не жди. Дальше начинаются неконтролируемые, я бы сказала, неостановимые социальные трансформации. Да, это на самом деле так. Если представить себе, ну, собственно, что представлять себе? Многие человеческие общества так жили веками, представить себе социум, в котором грамотно только мужчины, то там может довольно долго быть, так сказать, социальная стабильность. Но когда женщины начинают учиться, то это влияет на то, как рано или, наоборот, как поздно они заводят детей. И что еще важнее, это влияет на то, как они этих детей воспитывают. Передача ценностей во многом происходит действительно по материнской линии. Физиологи, безнравственные люди говорят, что интеллект передается по материнской линии. Понимаете, да? Детям вообще. То есть, если кто-то по, так сказать, легкомыслию женился на глупой женщине, то у него, скорее, будут глупые дети. И наоборот. Тут есть такая, так сказать, такая несправедливость. Это нехорошо, но, опять же, это не наша наука говорит, а другая. То есть, вот, такого рода, такого рода социальные изменения влекут за собой следующие социальные изменения. Тут есть немножко проблема курицы и яйца. Да? Что должно произойти для того, чтобы общество вдруг решило, что всем нужно учиться? Да? Что должно произойти для того, чтобы крестьяне побежали в город и стали там рабочими, а рабочие стали там офисными сотрудниками. То есть, что здесь причина, что следствие, сказать трудно, потому что социальные процессы вообще взаимозависимы. Вот во втором докладе, который мы сегодня прослушали, который я тоже с большим интересом посмотрела, это, в общем, показано, да, даже отрасли экономические трудно отделить друг от друга, а уж тем более социальные процессы друг от друга отделить тоже сложно. Последнее, что мне кажется, надо сказать относительно трансформации ценностей, действительно, глобализация, то есть, общее информационное пространство, общее торговое пространство. Обмен и информацией, и товарами, и, соответственно, демонстрация образа в жизни делает все более и более трудным изоляцию, какую-то самобытность и в хорошем, и в дурном. Социумы ощущают это как дискомфортное положение, сопротивляются ему. Многие пытаются сопротивляться прям вот с оружием в руках, чтобы завтрашний день никогда не наступил. Но, как это, плохие новости или одновременно хорошие новости, состоят в том, что можно замедлить свой социальный прогресс, можно разрушить свою экономику, много чего можно. Человек, так сказать, властен над собой, иногда даже над окружающими. Но, тем не менее, глобальные процессы, вот эти так называемые большие тренды, о которых мы так много говорим в наших социальных науках, они называются большими именно потому, что в них участвуют все. Те, кто о них знают, те, кто о них не знают, те, кто не слышал слова тренды и не понимают, что оно означает. То есть это не для богатых, да, это не для каких-то отдельных стран, это не только для европейцев, там, для белых. Это касается всех. Просто, что называется, не все с равной скоростью плывут в этом потоке. Так бывает. Но, тем не менее, глобальные процессы действительно объемлют все человечество, которое, несмотря на усилия отдельных групп как-то это изменить, все более и более действительно становится единым. Да, тогда вот еще один вопрос. Конечно, успех это понятие относительное, но страны по экономическому, политическому успеху можно грубо поделить на успешные и неуспешные. Существует ли какой-то минимальный набор ценностей для того, чтобы, который присутствует у успешных стран в политическом и экономическом смысле? Или нет? Ну, к примеру, насколько я понимаю, религиозность не является фактором успешности. Бывают страны с высоким уровнем религиозности, как в США, и более успешные, чем менее религиозные. А какие, если какой-то минимальный обязательный набор ценностей для успеха? Вы знаете, мне бы не хотелось определять вот этот вот, так сказать, минимальный набор первоклассника, потому что это очень примитивизирует разговор о ценностях, опять же, деляя их на правильные и неправильные, отсталые и прогрессивные. Если смотреть на карту Ингелхарта, да, мы видим, что чем больше вы ушли от выживания к прогрессу, точнее, от ценности выживания к ценностям прогресса, тем, собственно, вы лучше живете. Но это немножко вывод из серии «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», говорит наука, вот надо же, да. Действительно, возразить на это трудно. Традиционные ценности в обобщающем смысле не являются препятствием к развитию, но концентрация на ценностях выживания, враждебность к окружающему миру, ощущение того, что кругом враги, это действительно не очень сильно хорошо. Но какой мы вывод из этого сделаем? Понимаете, нельзя сказать людям, что же у вас такой низкий-то уровень доверия, а ну давайте повышайте немедленно, почему вы такие недоверчивые? Доверять надо окружающим. Люди являются недоверчивыми и вообще держатся за ценности выживания, потому что их опыт их этому учит. Поэтому изменения тут способны произойти только тогда, когда у людей появится другой опыт. Опыт совместного действия, опыт взаимопомощи, взаимовыручки, опыт общения с чужим другим, который не только вас не покусал и не ограбил, а даже оказался вроде хороший человек. Почему городская жизнь способствует такого рода переходу? Потому что в городах на небольшой площади очень разные люди вынуждены коммуницировать. В деревне все родня, все люди одинаковые, все друг про друга все знают. Пришел чужой, понятно, что он там с нехорошей целью, и вообще, может, заразу какую-нибудь принес. В городе поневоле ты коммуницируешь с отличающимися от тебя. Поэтому переход к городскому образу жизни способствует вот этому вот ценностному переходу тоже. То есть, делая вывод, не надо там искоренять религию со страшной силой, если она вам свойственна. Тоже по мере вот этой самой урбанизации уровень религиозности будет все равно снижаться. Не надо говорить, что вся беда в традиционной семье. И с традиционной семьей тоже люди живут и развиваются. Но вот эта вот действительно враждебность, страх и агрессия по отношению к чужим другим окружающим, ближним, дальним, представление о том, что завтра будет хуже, чем вчера, представление о том, что золотой век, лучшие времена были когда-то впереди, не иначе, как апокалипсис, это, конечно, религиозное мышление. Это правда. То есть тут взаимосвязь все-таки есть, но с религиозным мышлением можно прожить. А вот с чувством, что раньше-то было все, значит, как это, раньше жижи было гуще, чаще было толще и прочее, а вот сейчас все какое-то не такое, вот с этим труднее развиваться. Как это лечится? Отдельный вопрос требующий, опять же, отдельной лекцией. Но вот если показывать пальцем на то, что вот смотрите, тут у вас ценности неправильные, чего не хочется делать. Если аккуратнее, скажу, показывать на какую-то корреляцию между определенным мировоззрением, да, взглядом на мир и отсутствием прогресса, то скорее надо показывать на этом. Сейчас вопрос о Куанышу, и потом мы перейдем к вопросам из зала. Куаныш, вот по поводу нашей иронии, да, или вашей иронии по поводу макроэкономического планирования и вот этого стратегического мышления, есть ли следи тех, кто разрабатывает эту стратегию, какой-то диссонанс, разрыв в ценностях. Мы это с вами обсуждали, можете рассказать, что, к примеру, вроде бы здесь они либералы, а здесь наоборот угнетают рыночную экономику. Или же, или там стройная система ценностей. Ну, я привожу пример, когда нам в самом начале заявляют, у нас теперь будет максимально свободная экономика во всем, но вы обязаны сдавать ресурсы сначала внутренним производителям, а в случае чего мы закроем вам экспорт продовольствия и вот здесь раздадим, ну, АСП всем, кому это надо. Можно я отвечу другим кейсом и очень коротко. Когда Каха Бендукид задавал интервью Гордону, вот он рассказывал, как его сделали министром экономики. И вот он говорит, ну, нужен, говорит, какой-то экономист. Он говорит, а при чем здесь экономист? Экономист к экономике какое отношение имеет? А должен, понимаете, говорит, министром, ну, в данном случае, неважно, министром, не министром, просто люди, которые принимают экономические решения по Бендукидзу. Это должны быть люди, которые в целом понимают, что такое свобода. Понимают, что они свободны, ценят свободу других и, говорит, этого достаточно. То есть у человека должны быть правильные очки. Он не обязательно должен разбираться в этих нюансах и так далее. Но если он в целом сторонник свободы, он понимает, что вот то, что я показывал, что люди самостоятельные и так далее. Просто, возможно, есть где-то проседы, которые можно чуть-чуть укрепить, но в целом как бы не мешать и, наоборот, это все дело стимулировать. Я не хочу хаять сейчас власть. Ну, вопрос на самом деле сложный. Пока что 50 на 50. То есть есть, я не хочу называть какие-то фамилии, но те, кто отслеживает новости, поймут. Вот недавно был человек, который объяснил, что очень тяжело регулировать арендодателей. То есть он не разбирается в этом бизнесе. Он ему сразу ответил. Он сказал, ну, знаете, это какой-то немного нонсенс, мы это и не сможем сделать и контролировать. Понимаете, без понимания индустрии, только через правильные очки он смог ответить на этот вопрос. Все остальное во многом, возможно, это дань моде. То есть и она меня, если честно, радует. То есть в какой-то момент у нас вообще изменилась вот эта парадигма. Помните, 12-й год, государство-корпорация. То есть все вот оно ядро и вот все, и вот началось вот это заползание государства во все щели бизнеса. Но сейчас, вот последние два года, я об этом писал пост, вот поменялся язык. То есть внезапно, по крайней мере, на уровне слов начало вот эта рыночная экономика, капитализм, дирегулирование, частный сектор, люди сами могут и так далее. То есть и вот сейчас уже, когда волна, вот дамба снялась, волна пошла, сложно сказать, кто был за, а кто был против. То есть сейчас это просто уже мода. Спасибо. Пожалуйста, у нас есть несколько вопросов из зала. Пожалуйста. Здравствуйте. Всех я приветствую. Добрый вечер. Екатерина, добро пожаловать. Здравствуйте. Сегодня была отличная лекция. Думаю, все по ним согласятся. Мы много познали бы интересного. Меня зовут Алида Джексенова. Я общественница, руководитель общественного фонда ГИЛТОСы. Я делаю все передоступные фонда ГИЛТОСы. Скажу, что так, трансформация экономическая и, возможно, без трансформации политической. Вы знаете, в конце 2 декабря у нас будут выборы президента. И мы хотим организовать различные наблюдения на этих выборах. Я бы хотела узнать после Катерины о вас, какие качества, какие факторы в день выборов нужно проявить наблюдателю, чтобы посмотреть, ну, помимо стандартного модели, да, за голосование, чтобы вы еще посоветовали, ну, чтобы еще вы посоветовали обратить внимание. Ну, и хотелось также понимать, что вы думаете о наших выборах. Спасибо. На второй вопрос я, разумеется, отвечать не буду. Не мое это дело совсем, но с выборным наблюдением я знакома. Я всегда поддерживала наблюдательское движение в России, пока оно еще существовало. И когда я была членом Совета по правам человека, то я тоже сама ездила, значит, вот, как сейчас помню свою родную Тульскую область, наблюдать там за выборами. С тех пор я помню, что самое страшное, что можно увидеть на столе избирательной комиссии, это стерка. Она же ластик. Это вот очень плохой признак. Я потом, помню, домой вернулась и увидела у себя, на самом деле, стерка, плохо. Надо заявить. Это значит, что были какие-то пометки в списках избирателей. Может быть, чаще всего отмечают тех, кто, скорее всего, не придет голосовать, за кого можно проголосовать, потом, значит, бюллетенчики вбросить. Главное качество наблюдателя – это бдительность и выспатость накануне. Значит, наблюдатель должен иметь возможность 24 часа не спать, сохраняя при этом ту же остроту ума и зрения, каковая была у него в начале наблюдения. По счастью, у вас не практикуется многодневное голосование, с чем я вас поздравляю. Также электронное голосование у вас еще не введено, и Бог даст, может, и с этим как-то пронесет. Поэтому наблюдение, в принципе, возможно, осуществимо. Наблюдатель должен быть, конечно, подозрителен. Поэтому это работа, которая, я бы сказала, не лучшая качество поощает в человека. Он должен смотреть на ближнего своего и подозревать его в дурном сразу. Но это только на сутки. После этого, значит, это нужно как-то оставить, помыться и, в общем, весь остальной, всю следующую легислатуру думать об окружающих. Хорошо. Но тут надо быть подозрительным, смотреть на руки, значит, не слушать трепа никакого, который, бывает, производит члены избирательных комиссий. Лучший наблюдатель – это, конечно, член комиссии с правом решающего голоса, если совсем вам повезло, ну или хотя бы с правом совещательного голоса. То есть тот, кто может находиться во время всего электорального процесса непосредственно там. Ну и последнее, что скажу, конечно, самое главное и, в общем, самое страшное происходит после того, как голосование окончено и начинается подсчет. Обычно даже в самых диких местах сама процедура голосования происходит, ну, достаточно прилично. Редко где безобразничают в процессе голосования. Ну, бывает там, не знаю, какая-нибудь агитация висит слишком близко или еще что-нибудь в этом роде. Но вот когда заканчивается, когда закрываются избирательные участки, когда вскрывают урны, вот тут у членов избирательных комиссий вырастают клыки, хвосты, рога и начинает происходить ужасное. Ну, опять же, я надеюсь, что, может быть, у вас не принято так себя вести и ничего подобного не произойдет. Но вот тут-то, понимаете, в тот момент, когда все выдыхают, говорят, ой, ну, слава богу, ну вот все закончилось. Вот это вот тот момент, когда нужно проявлять максимальную, опять же, бдительность, подозрительность и неприязнь к ближнему своему. Удача, стойкости и сил тем, кто будет этим заниматься. Дело очень-очень важное, нужное. Никогда наблюдатель не бывает так счастлив, как когда он либо, так сказать, настоял на том, что именно на его участке результаты были честные в соответствии с тем, как проголосовали, либо он выходит и говорит, вообще зря приходил, ничего не понадобилось, вот прям как проголосовали, так посчитали, так в протокол занесли. Это момент гражданского счастья, который я тоже желаю всем пережить. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, да. Катиль Михайлович, здравствуйте. Тамара Вальшина, столичное бюро власти. Немножко вопрос, конечно, не по теме, да, но учитывая ситуацию в соседней стране, да, то, о чем вы говорили вначале, все-таки хотелось бы узнать ваше мнение. Какие риски вот в связи с тем, что в связи с войной, да, между Россией и Украиной могут помочь для Казахстана и в связи с релокацией граждан? И какие плюсы вот из этой всей ситуации может получиться? Тамара, я, к сожалению, мне кажется, что этот вопрос не очень, да, относится к этой теме, потому что мы, во-первых, обсуждаем систему ценностей и трансформацию Казахстана, это во-первых. Во-вторых, но это мероприятие не для того, чтобы обсуждать геополитические вопросы. Нет, это не цензура. Дело в том, что мы, лично я, я не хочу, чтобы нашего гостя вовлекали в геополитическую дискуссию и оценки процессов, да. Нет, я прошу прощения, я прошу прощения, это моя личная позиция, я думаю, что это не очень подходит. Пожалуйста. Давайте, знаете что, коллеги, давайте я скажу вот что. Говорить о том, что кто-то может получить преимущество от войны, мне не хочется. Да. Значит, риски от приезда большого количества людей, многие из которых через две недели не будут иметь на что жить, очевидны, тут не надо быть ни политологом, ни экономистом, чтобы понять, что это действительно рискованно. Одновременно преимущество от приезда значительного количества людей с образованием в рабочем, так сказать, возрасте, которые вынуждены будут, ну и собственно захотят добывать себе хлеб насущный и честным трудом, тоже в общем очевидны. Казахстан на самом деле выглядит сейчас в Северной Евразии центром стабильности, одновременно центром притяжения и в общем такой вот точкой равновесия. Надо сказать, что это не кому война, кому мать родная, это не эта ситуация, а это что называется закономерный итог последних 10 лет развития. Вот кто как развивался, тот настолько и себе наразвивал. Как потопаешь, так и полопаешь. Так что в этом есть действительно, наверное, своя историческая справедливость, хотя осознавать ее часто бывает грустно. Да, пожалуйста. Давайте, так как я просто сразу хочу сказать, что у нас заранее обговорено, потому что график у наших гостей напряженный и дальше будут определенные мероприятия, поэтому у нас лимит на вопросы. Давайте, пожалуйста, задайте последний вопрос, и мы закончим. Нет, вот, молодой человек, вы поднимали руку, задавайте. Всем здравствуйте. Я студент третьего курса юриспруденции и автор телеграм-канала «Аблай вещает», еще политикой тоже по-своему занимается. У меня вот такой вопрос, как и к господину Жейкову, так же, как и к госпожи Шульман, относительно того, что в принципе в нашей стране, так же, как и в других странах, есть такая проблема того, что люди не различают такой существенной разницы между законом и правом. Это, в принципе, всегда того, что в обществе низкий уровень правовой культуры. Как вы считаете, если уровень правовой культуры будет выше, как это будет влиять на развитие экономики и в то же время политики? Ну, как вы и сказали, что это база, но помимо этого хотелось бы услышать уже более подробно в этом контексте. Я очень коротко прокомментирую, не хочу забирать эфир по этой теме. Почему правая система важна? На самом деле в экономике все же очень просто. Чем быстрее все крутится, крутится, даже формула такая есть, что PQ равно MV, чем быстрее все крутится, тем больше экономика. Мы же просто год отслеживаем. За год что накрутилось, это и есть ВВП. Соответственно, что это замедляет? Это транзакционные издержки. То есть издержки, которые возникают каждый раз, когда вы хотите вступить с кем-то в какие-то легальные взаимоотношения. Вы у него хотите что-то купить, что-то продать, нанять человека, уволить человека и так далее. Соответственно, если нет той самой правовой культуры, и я понял разницу между законом и правом, это именно верховенство права, а не верховенство закона, то начинается ступор в осуществлении экономических транзакций. То есть, по сути, что такое право? Это то, что, знаете, это как масло же есть в автомобиле. То, что сглаживает, то, что дает механизму действовать. Вот даже выражение такое, как по маслу. Вот если вот этого нет, то чтобы осуществить транзакцию, нужно прилагать кратно больше усилий, времени и тем самым тратить просто так ресурсы. Поэтому в государствах, где право уважается, но это право возникло, я говорю еще раз, из их неформальщины. Это не так, что кто-то придумал там, это они формализовали все. То в этих государствах как бы все, ну, более высокая скорость. Поэтому в экономике это прямая связь, все остальное вторично. Ну, это мой короткий ответ. Что мне хотелось бы добавить. Довольно часто, когда говорят о правовой культуре, подразумевают юридическую грамотность. Предполагается, что люди с высокой правовой культурой – это те, кто разбираются в законах. Ничего подобного. Правовая культура – это не юридическое, а социальное, я бы сказала, культурологическое понятие. И его, так сказать, сердцевина – это то, что называется не очень почтенным термином закона послушность. Правовая культура состоит в том, что люди имеют склонность скорее соблюдать правила, чем их нарушать. А почему они так себя будут вести? Они будут так себя вести в том случае, если они испытывают институциональное доверие. То есть доверие к институтам правовым политическим и политико-правовым в своей стране. Здесь они считают, что законы в принципе справедливы, принимаются в интересах граждан. Власть, в общем, о гражданах заботится или что она с ними делает, регулирует. Они просто о себе только беспокоятся. Они будут эти правила соблюдать. Помните, я говорила, что в исследовании ценностей в том числе людей спрашивают, хорошо ли есть трамвай без билета, да? Или хорошо ли налоги не платить. Это абсолютно взаимосвязанные вещи. Поэтому не так важно, так сказать, отличать один закон от другого, как важно иметь некую установившуюся в душе свою идею о том, что вообще-то, вообще-то вот у нас тут есть некие правила, и они правильные. Это не данность, это не наследие веков. Это может быть, это можно разрушить. Разрушается это вот тем ощущением, несправедливости, о котором мы говорили. Поэтому это, между прочим, такая опасная штука. А дальше люди начинают думать, как это в Рэмо и Джульетте, да, как там, the world is not their friend, not the world's law. Мир им не друг, не друг мирской закон. Это, значит, герой говорит о бедном аптекаре, что он, типа, нищий такой, что он не будет соблюдать закон. Он у него яд покупает, если помните эту сцену. Это очень ценное наблюдение со стороны автора. Кому мир не друг, тому и закон не друг. Тот и соблюдать его не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ